Во всех школах республики стартовала неделя парламентских уроков. С 17 по 21 ноября учителя истории и общества знания будут рассказывать учащимся о работе парламента, механизмах принятия законов и их роли в жизни общества. Парламентские уроки – это насущная необходимость. Почему? Потому что здесь как бы дополнительно ученики, вот как видели, на практической основе пытаются влиться в тот политический процесс, который в нашей стране происходит. А это сейчас для каждого, наверное, важно. Не просто быть каким-то потусторонним наблюдателем, а именно быть участником. Парламентские уроки – это именно то, что позволяет в какой-то мере сближать, скажем, практику с теорией. В нашем городе, в средней общеобразовательной школе номер один, подобное занятие состоялось в форме небольшой деловой игры. Ученики 10 класса разбились на четыре команды. Каждая из них выдвинула свою версию того, как должен выглядеть представитель власти, какими он должен обладать профессиональными качествами. Преподаватель также предложил школьникам на время представить себя в роли депутатов, наделенными полномочиями решать важные для города вопросы. Десятиклассники с удовольствием приняли эту игру. Недолго думая, они выдвинули три основные проблемы. Это организация досуга молодежи, благоустройство города и сдача единого государственного экзамена. Школьники считают, что необходимо пересмотреть условия сдачи ЕГЭ, упростить организационные вопросы, увеличить возможности пересдачи. Их обеспокоенность вполне понятна, ведь на будущий год им всем предстоит пройти это нелегкое испытание. Проведение парламентских уроков в школе стали традиционными, но так ли они необходимы, по мнению учеников? Например, существует 71 закон в Татарстане. Как говорится, лицам, не достигших 18 лет, не разрешается гулять после 10 часов, летом после 11. А в школе нам на уроках говорится, вот это, как говорится, закон по счету Татарстана. Если бы не было этих уроков, мы бы не знали. Напомню, что парламентские уроки в республике проходят по инициативе Государственного совета Татарстана и при поддержке Министерства образования и науки. Продолжение следует...